Помимо того, что весь мир переживает сейчас не самые легкие времена в связи с последними событиями, природа продолжает подбрасывать дров в и без того разрастающийся костер. В Сомали с конца апреля длится одно из самых затяжных и страшных наводнений в истории, которое затронуло по меньшей мере более 400 тысяч человек. По данным ООН, около 100 тысяч было перемещено в безопасные места, так как их дома попросту затопило. Власти же, в свою очередь, увеличили объемы помощи, направляемой в наиболее пострадавшие районы, охватив 82 тысячи человек. Людям, оставшимся без крова, доставляли продукты питания, воду и предметы первой необходимости. В Мексике тем временем хоть и нет наводнения, но там все начинает напоминать сюжет фильма «Разлом Сан-Андреас». 10 мая 2021 года в мексиканском штате Халиско открылись две странные гигантские трещины. Длина основной трещины составляет почти 2 километра и имеет глубину около 19 метров. По предварительным данным экспертов, трещины в земле образовались в результате гидрогеологического разрушения. Но будут ли они разрастаться дальше, никто точно ответить – не может. Поэтому трещины днем и ночью находятся под наблюдением ученых. Не менее странное явление произошло и в Техасе. Вашингтон-Пост сообщил, что 1 июня тут было запечатлено удивительное явление. От массивной тучи простирались вниз 4 атмосферные образования, напоминающие колонны. Зрелище, согласитесь, одновременно красивое и пугающее. По данным метеорологов это было редчайшее явление четырехкратного микропорыва, которое в народе уже прозвали апокалиптическими небесными столбами. Микропорыв – это мощный вертикальный шквал, его создает поток воздуха, который с огромной скоростью опускается на Землю. А сила ветра внутри него может повалить крупные деревья. Также это явление очень опасно для самолетов. К сожалению, силы природы затронули и Средиземноморье. Тут рыбаки наткнулись на серого кита, который явно не должен был находиться в этих водах, учитывая, что ареал их обитания Тихий океан. По словам биологов, серые киты мигрируют вдоль западного побережья США, но с глобальным потеплением, открывающим животным более северные маршруты, кит утратил ориентир и попал в море. За животным наблюдают и уже прозвали его Уолли. Но вот сколько он проживет в море – неизвестно. Его быстрая потеря веса вызывает тревогу. Кит не может найти беспозвоночных, которыми он обычно питается в водах Тихого океана. Его подкожный жир, который является топливом для дальних путешествий, почти весь израсходован. Никто пока так и не видел, чтобы кит ел с тех пор, как его заметили. Уолли все ищет выход, но, к сожалению, пока безуспешно. Ученые предупреждают, что такие инциденты будут наблюдаться все чаще из-за изменения климата, которое повлияло на океанические течения из-за таяния ледяных шапок. С каждым годом в Турции все ухудшается проблема с засухами, что привело к открытию 600 огромных провалов в грунте. Согласитесь, выглядит, будто открылось множество порталов в другой мир. По словам экспертов, созданные аномальной засухой подземные провалы не выдерживают вес верхнего слоя почвы, в результате чего появляются ямы. Фермеры обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку вынуждены искать другие средства для полива своих полей и просят у правительства помощи. И хорошо, что у правительства пока хватает ресурсов. Но что будет дальше?